Здесь властвуют отбойный молоток и экскаватор, и старым деревьям пришлось отступить перед строительным натиском. Доктора в касках речат город от болезни под названием транспортный затор. Здесь будет масштабная развязка, движение по Меридиану, по улице Гагарина и улице Рождественского, она будет бессветофорным. То есть будет две эстакады со съездами, с выездами, и одна эстакада, которая, Копейское шоссе, будет переходить в улицу Рождественского, подниматься и уходить опять на Меридиану. И следующий светофор у нас будет по Меридиану, уже на перекрестке улицы Механической с улицей Героев Тонкограда. Что, конечно, поможет жителям Ленинского района оперативно добираться в любой район города. Горы земли и бетонные сваи на Баку. Журналисты все удивлялись. Где же тут работа какая? Строители поясняли, вверх смотреть рано. Все усилия пока под ногами. Без них сваи не пойдут в рост. Выполнено, ну, говоря простым языком, фундаментной части. То есть выполнено 70% оснований под стойки путепроводов железобетона. И сейчас, буквально с 15-го числа, мастер 3-16, планируют приступить к монтажу опорных частей, ригели, балок и так далее. К декабрю жители Ленинского перестанут не досыпать. Дорожную пробку на Меридиане частично откупорят. Запустят одну из двух эстакад. В 2009-м мэрия планирует развязать и другие транспортные узлы. Еще ведется строительство масштабной развязки по улице Братьев Кошириных. Очень необходимый, тоже очень дорогостоящий проект и по объемным, по физическим объемам. Кроме этого, улицы Курчатова мы должны в этом году закончить вместе с реконструкцией при вокзальной площади, чтобы вся эта система заработала вместе. Кроме этого, нам нужно закончить реконструкцию университетской набережной. Мегаполис ждут многомиллиардные дорожные инъекции. И если уж в этом году магистрали от транспортных пробок они не излечат полностью, то, по крайней мере, этот городской недуг жители станут меньше ощущать.